Большая Русь. Перейдем к второму докладу Алексея Андрюшина с темой восприятия цифровизации в контексте антисемитских настроений ультрарадикальных православных групп. Алексей. Добрый день, коллеги. Надеюсь, что меня слышно. Сейчас я подключу презентацию. Надеюсь, что не будет проблем. Я надеюсь, что все видно сейчас. Да, все видно. Отлично. Сейчас я попробую расширить. Ура. Да. Добрый день, коллеги. Сегодня я расскажу ту тему, которая была только что представлена, и не будем, соответственно, долго застаиваться. Здесь несколько будет такой формальный блок с программой исследования, но, конечно, одна из ключевых тем, которую мы поднимали еще, начиная с нашей зимней школы, это соотношение антисемитских воззрений и восприятия цифровых платформ. То есть, в принципе, история с цифровизацией, которая настигла наше замечательное общество прошлым летом, она подвигла в том числе даже самые консервативные и радикально настроенные группы прийти в интернет. Но как же этот интернет среди них воспринимается, это одна из наших будет ключевых проблем и тем. Но помимо этого, здесь, конечно, цифровизацию не стоит понимать только так узко, как переход к интернету. В принципе, на самом деле, в ультрарадикальных группах давным-давно существуют всякие эскатологические нарративы, связанные с тем, что в нас вселяют чипы, чипирование, тоже сейчас одна из активных тем, которые существуют в таком широком публичном контексте. Помимо этого, это СНИЛСы, паспорта и, в принципе, все то, что связано с цифрой и с печатью Антихриста из Откровения Иоанна Богослова. И вот вся вот эта цифровизация, она, в принципе, должна быть принята в нами во внимание. И, соответственно, здесь я начну говорить о том, собственно, что стало нашей подушкой. Это подход религиозно-социального формирования технологии Хэйди Кэмпбелл. И, прежде всего, для меня было важно два момента, связанных с, прежде всего, интернетом. С одной стороны, интернет – это как инструмент миссии. И здесь необходимо понимать, что технология может быть точкой для распространения взглядов, убеждений. И, прежде всего, на самом деле, каких-то историй с проповедями. То есть те группы, которые я буду рассматривать, это группы, связанные с распространением. Ну, как они представляют, и главная цель – это распространение проповедей, которые очень сложно им распространять, что и политическая обстановка, которая была. И, с другой стороны, интернет как технология для подтверждения определенной идентичности. Здесь, безусловно, я дальше представлю свой эмпирический объект исследования. Но здесь, конечно, очень важна история с тем, что сплотилась очень определенная группа людей. Я еще не начал говорить о Коуну, вот-вот сейчас начну говорить о, собственно, объекте. Это именно как раз определенная, консервативная, ультрарадикальная группа. И вот, наконец, собственно, мой объект и мое поле – это, прежде всего, платформа ВКонтакте Одноклассники. Вообще, у них есть еще сообщество на Фейсбуке, но оно закрыто. И, соответственно, можно было постепенно войти. Но были некоторые проблемы с тем, что, конечно, этот вход был гораздо более сложен, чем в открытых сообществах. Но в дальнейших исследованиях можно развивать и эту историю. Соответственно, это, прежде всего, сообщество проповедей с хиегуменом Сергия Романова, как раз на этих платформах. А также сообщество православное против Восьмого Вселенского Собора. Почему именно эти сообщества? Во-первых, это крупные сообщества, представляющие достаточно радикальных представителей. Во-вторых, здесь была история с тем, что в прошлом году с лета по зимы, на самом деле до сих пор эта история продолжается, в качестве достаточно значимого события в СМИ стало отлучение хиегумена Сергия Романова от САНа, потом запрет служения и вообще его арест. До сих пор продолжается суд. Вокруг фигуры монаха сложилась группа поддержки, то есть это как раз та самая некая групповая идентичность и солидарность. Но именно невозможность собираться очно и необходимость привлечения внимания к проблеме побудили к формированию собственных сообществ, как раз вот, которые я сейчас представил. Что здесь важно? Я вот обращусь сейчас к книге Марии Ахметовой, которая называется «Конец света в одной отдельной взятой стране». И почему здесь, на мой взгляд, фигура Сергия Романова важна? Вот Мария Ахметова пишет, что бизионерство и получение откровений является преимущественно уделом пророков, прозорливых или избранных для этой цели богом людей, в то время как простые смертные, как правило, постигают тайны бытия через знаки. Вот как раз, на мой взгляд, фигура Сергия Романова здесь как раз именно такая фигура пророка, фигура человека, способного нести через свои уста, через свои речи какую-то праведную идею. И поэтому выбор этих сообществ, он как раз связан, с одной стороны, со значимостью в таком публичном контексте, а с другой стороны, вообще с самой фигурой, такой антологической фигурой Сергия, как достаточно прозорливой фигуры. Вот, ну, с точки зрения, естественно, этих сообществ. Итак, теперь к самому интересному, на мой взгляд, начнем с постановки проблемы. Во-первых, когда было создано сообщество, был создан сайт «Живое слово». Собственно, справа есть такая синенькая заставочка с куполами, и там очень интересные слова, что «Бог» — это слово. И словом, я вошел в интернет, где обличаю зло и носителей зла. С другой стороны, 4 июля 2020 года на сайте Е1, это информационный портал, была представлена история, как монах Сергий изгонял интернетного духа. То есть интернет воспринимался здесь как некоторое такое лона, некоторый источник некоторых интернетных духов, которые там околдовывают девочку, которые забирают ее к себе, и вот Сергий изгоняет этого интернетного духа. Помимо этого, есть еще одна история, которая связана с тем, что существуют как раз различного рода цифровые, вот уже в широком смысле инструменты, смилс в частности, как такой инструмент порабощения человека, как инструмент наложения печати Антихриста и так далее. Вот все три вот эти истории, на мой взгляд, они очень важны, потому что они как бы дихотомизируют, что ли, цифровое как таковое. Но теперь можно поработать с некоторыми историями. Вот здесь есть некоторый замер на платформе Медиалоги, это количественный замер по динамике сообщений. Там были сообщения евреи, Берлазар, семитизм, и мы видим пик. Пик, собственно, на 29 декабря. Что это за дата? Это день ареста Сергия. И дальше мы видим такой некоторый исход уже ближе к концу декабря, начале января. И вот, соответственно, вот эта история, она как раз связана с тем, что, о чем часто говорят антропологи, то есть вот такой всплеск антисемитизма может быть вызван какими-то раздражающими, извиня, событиями. И здесь одно из таких событий, это как раз арест Сергия и его суд. Вот это очень, с моей точки зрения, важная история. Но теперь, если там была такая количественная история, как бы некоторые причины, здесь теперь можно поговорить о том, какие же истории воспроизводятся из раза в раз. Во-первых, тем, что Хаббат является одной из точек управления Россией. То есть очень часто в этих сообществах возникает, и прежде всего, на самом деле, со стороны редакторов групп, то есть история с тем, что Россией извне управляют представители Хаббата, прежде всего Бар-Лазар, как представитель хасидского движения. И, конечно, здесь вы можете прочитать некоторые истории, связанные с тем, что организация Хаббат часто фигурирует в их сообщениях. Но здесь еще важна другая история. Она связана, что существует фигура Эдуарда Ходаса, кажется, так его зовут. Вот он выпустил книгу, которая как бы разоблачает еврейскую историю, еврейскую мафию, которая, соответственно, заправляет всем, что существует в России, всеми властями, всеми, соответственно, представителями крупных фигур и так далее. Это одна история. Здесь есть некоторое такое представление, что важно, здесь можно некоторый такой радикализм в одноклассниках заметить. Я чуть-чуть скажу про hate speech, совсем чуть-чуть, но, тем не менее, здесь можно увидеть, что в одноклассниках редакторы совсем не боятся высказывать свои точки зрения. Так, совсем, вот совсем, и как бы здесь мне пришлось даже замазать некоторые слова, потому что, конечно, такое, и это еще не самое страшное, что там было. Вот, и в беседе с одним из информантов, но это такая была скорее посторонняя беседа, но, тем не менее, было сказано, что антисемитизм – это на самом деле придумка евреев, чтобы о своей ущемленности держать. Вот, это тоже интересная история, потому что она показывает, в принципе, какие истории для людей важны с точки зрения того, как генетически возникает антисемитизм. Также есть еще одна история с тем, как воспринимаются технологии. Здесь можно говорить о биометрии, цифровизации, согласии на обработку персональных данных, и все это является частью печати Антихриста. Вот, это одна из первых историй. Кроме того, в принципе, есть некоторая идея оцифровки населения, то есть придания определенных цифровых кодов. И здесь, опять же, есть Нилсы, и ИНН, и другие истории. И вот эта история с оцифровкой, она тоже активно воспроизводится в различных сообществах. И здесь мы тоже активно говорим о том, что технологии на самом деле воспринимаются тоже неоднозначно. Дальше еще несколько таких сообщений. Соответственно, это и ID-паспорт, это и различного рода биометрия, и, опять же, история с Антихристом. Все это нам, опять же, говорит о важности того, как в радикальных, ультраконсервативных и радикальных сообществах воспринимается цифра. Она воспринимается ими широко и достаточно негативно, и достаточно экспрессивно негативно. Есть еще несколько историй, как раз связанные с электронным концлагерем. Здесь история с хазарским каганатом и мировым правительством. Это тоже одна из историй, потому что в сообществах, вот есть тут такая аббревиатура, НВО — это новый мировой порядок, вот он тоже активно используется в качестве подтверждения того, что нас пытаются поработить. И вот такие сообщества, они как бы под некоторым, может быть, выдуманным, фантазийным влиянием, они солидаризуются, и у них возникает некоторая групповая идентичность, в которых как бы очень парадоксальная история, но интернет является групповой точкой сборки для формирования этой самой групповой идентичности. И что можно говорить? Вот я часто говорил о дикотомизации понятия, и здесь действительно уже можно говорить о том, что с одной стороны возникает цифровое, как печать Антихриста. Вот здесь говорится о том, что печать будет и числом, и число будет соответствовать имени и ряд еще других нарративных историй. Но здесь действительно цифровое, вот я уже неоднократно об этом говорил, но цифровое можно воспринимать как бы двояк. С одной стороны, цифровое, как печать Антихриста через инструменты, такие как геометрия, СНИЛСы, ИНН, паспорт и так далее. И вот что интересно другое, то что интернет, это же в принципе тоже цифровое, интернет тоже состоит из цифр, и в принципе все, что мы пишем, это переводится в двоичный код. Но здесь есть некоторые проблемы, и они связаны с тем, что интернет не воспринимается как часть цифрового концлагеря. То есть есть такие позиции, что вот как бы есть люди, которые сидят в интернете, непонятно, что делают, непонятно, как проводят время, но в принципе нет такого ощущения, что интернет – это нечто такое зловещее, то, что дает печать Антихриста, то, что как бы накладывает на человек код. Просто это некая площадка, такая более-менее нейтральная. И поэтому здесь можно говорить о том, что вот как раз я говорю о диалектике цифрового в антисемитских сообществах. С одной стороны цифровое как концлагерь, и с другой стороны цифровое как некоторая просто площадка, как некоторая в принципе история с коммуникацией между людьми. Здесь тоже есть несколько историй, но в принципе одна из базовых историй – то, что ни одна цифровая технология сама по себе не может отдалить от Бога. И с другой стороны, как мне говорили о том, что если Господь попустил интернет, то, соответственно, он должен быть, и все зависит от того, как мы им воспользуемся. И здесь тоже мы опять же можем подтвердить мой тезис о том, что есть такая некоторая промежуточная позиция, но именно диалектика цифрового она все время присутствует. Итак, я перехожу уже к выводам. С одной стороны цифра не воспринимается однозначно, это я уже сказал много раз, и здесь приведены эти позиции. Интернет тоже на самом деле воспринимается двояко. С одной стороны это нейтральная площадка, но с другой стороны это пропуск к людям, где можно выдвигать свое слово, где можно говорить слово, где можно пропускать различные истории, где можно вообще проповедовать. Для Сергия и прежде всего фигур, есть такой Всеволод Могучев, который от имени Сергия транслирует различные истории. И вот интернет это как раз площадка для проведения проповедей. При этом именно эта площадка, что интересно, является, как бы это цифровая площадка, но она является площадкой для облегчения цифрового. То есть такая история, она достаточно интересна. Для нас именно вот в связи с такой дихотомизацией. Итог это, конечно, то, что антисемитизм может восприниматься нами как механизм, с одной стороны, групповой солидарности и формирование групповой идентичности. Потому что, как мы видели, в принципе, есть некоторая редакторская команда, есть некоторая реакция с стороны людей. И виден конкретный способ формирования рабства через цифровизацию и обличение печати антихриста. Здесь я несколько слов хотел бы сказать еще о политике хейтспича. Это будет совсем немножко, но прежде всего, конечно, в сообществах вроде Фейсбука, в западных сообществах существует достаточно жесткая политика хейтспича, где допущение различных высказываний, оно жестко может редактироваться, лицензурироваться, как иногда говорят. Поэтому сообщество на Фейсбуке закрыто. То есть туда проникнуть достаточно сложно. Поэтому там всего лишь 209 участников по сравнению с многотысячной историей во Вконтакте и Одноклассниках. И, в принципе, на самом деле, тут еще другая история с тем, что Одноклассники – это площадка как раз для их аудитории, потому что там аудитория более возрастная, не то чтобы сильно возрастная, как показывает медиаскоп, но все равно более возрастная, и вот есть такая история. И Вконтакте, в принципе, более лояльная площадка, но наиболее лояльной, как вы видели, являются Одноклассники, потому что там допускаются сообщения совершенно-совершенно недопустимые с точки зрения даже нашего законодательства. Во Вконтакте более сдержанно, но что интересно, вот все, что я проводил и показывал только что, это история конца декабря, вот осени. Сейчас, я вот просмотрел недавно сообщество, уже антисемитской риторики нет, то есть в основном это риторика антиправительственная, антисемитская риторика, она сошла на нет. И это может быть связано с разными историями, но, в принципе, сегодня их интересуют дела суда, дела, которые связаны с Верховным судом и так далее, но уже никаких запросов на сионизм, Берлазар, антисемитизм нет. Вот, и, соответственно, все, я закончил. Спасибо большое за внимание, спасибо большое за приглашение. Готов ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Спасибо большое.